Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про различные приспособления и оборудования для приготовления вина. Сразу говорю, что мы ведем речь о домашнем вине, о приготовлении вина в домашних условиях. Это не промышленные какие-то объемы, раз. И второе, количество этих приспособлений, в принципе, зависит, конечно, от объема. Чем объем приготовленного вина больше, тем больше вам может понадобиться каких-то вещей, которые облегчат вам жизнь. И, конечно, если у вас объемы небольшие, ну, сказать, какие именно, достаточно сложно. Ну, в среднем где-то там 10-20 литров, в принципе, можно обойтись и подручными средствами, либо самым-самым минимумом. Первое, о чем мы с вами поговорим, это о приборах измерения сахара. Потому что сахар – это основной показатель, от которого, от уровня которого зависит то, что мы получим в дальнейшем. Именно от первоначального уровня сахара мы понимаем, вообще нужно нам будет в процессе что-то добавлять, либо не нужно. Именно от содержания сахара мы и будем высчитывать дальнейшее содержание алкоголя в конечном продукте. Поэтому знать это изначально нужно. Итак, первый прибор более простой. Называется он виномер. Он может называться виномер-сахаромер. Есть еще какое-то, по-моему, третье название. Там этот поплавок будет более крупный. Вот такой поплавочек. Здесь шкала. Мы опускаем в сок. Сок должен быть нормально процежен. И в зависимости от того, насколько поплавочек опустится, по шкале смотрим уровень сахара. Конечно, есть определенная погрешность у этого прибора. Но хотя бы цифры, на которые можно опираться, он вам даст. Второй прибор более точный, более удобный. Но понятно, что стоит немножко дороже. Называется он рефрактометр. Приобрести его можно на Алиэкспрессе. Можно, конечно, найти где-то в своих магазинах. Но я думаю, что в интернете. Значит, что приставляют? По-моему, даже на Алиэкспрессе он продается в коробке и без. Вот такая вот штучка. Сюда пепетка есть. Сюда мы капаем капельку сока виноградного. То есть тоже удобно. Не надо ничего отсаживать. Процеживать можно даже подойти к кусту, сорвать ягодку, капнуть капельку сока. И вот сюда в глазочек посмотреть. Там вы увидите шкалу, по которой сможете ориентироваться, какой уровень сахара присутствует в данной ягоде конкретной, ну, либо в вашем соке. Конечно, этот прибор, он более удобен. Ну, какой из них иметь, решать вам. Повторю, что начинающему, тот, кто только начинает делать вину, я бы считала эту вещь иметь обязательно. Потому что без нее ориентироваться на какие-то показатели будет достаточно сложно. Конечно, когда вы уже приобретаете определенный опыт, вы работаете со своим виноградом, вы приблизительно знаете и понимаете его параметр, может быть, эта вещь становится не столько необходимой. Хотя все равно параметры сахара зависят от природы, от погоды, от времени, сбора, от много чего. Поэтому знать уровень сахара в изначальном суслие, конечно, это очень хорошо и очень полезно. Ну, и следующая вещь, которая может нам понадобиться, ну, мы так идем плавненько по процессу приготовления вина, хотя по процессу будет отдельное видео, будет как бы общее, где я расскажу принципы приготовления красных, белых, розовых вина. Дальше уже будем подробно останавливаться на каждом этапе, чтобы всем вам было понятно, чего и как делать. Все это будет. Значит, следующая вещь, которая нам может и, в принципе, наверное, нужна, это дробилка. Дробилки бывают с гребнеотделителем, бывают без. Ну, если у вас объем небольшой, то есть чем удобно, да, мы можем отделить ягоду от гребня, то есть от веточек, можем ее сразу раздавить. С одной стороны, удобно, с другой стороны, если у вас объемы небольшие, то тратиться на эту вещь смысла нет. Скажу так, у меня дробилки нету, я пока что в пределах моего объема в районе 80-100 литров могу обходиться без нее, тем более, что я не собираю весь виноград, у меня разные сорта, я не собираю все это одновременно, я собираю все постепенно, поэтому я могу перебрать ручками, отделить ягодку от гребня, ну, и подавить чем-нибудь ручками, пока справляюсь с ручками, не справлюсь с ручками, в принципе, можно и ножками, хотя к ножкам у многих есть такое предвзятое отношение, что это же ноги, ну, на самом деле, нет никакой проблемы нормально вымыть и почистить свои ноги, в общем-то, так же, как и руки. В принципе, можно подробить и обычным бытовым блендером, потому что там пищевой металл, хотя многие говорят, что вот дробится косточка, на самом деле, чтобы косточку подробить, еще надо приложить усилия. Конечно, кто-то использует, например, строительную насадку на дрель, строительный миксер, ну, там бы я уже не советовала, потому что все-таки металл не предназначен для контакта с пищевыми продуктами. Ну, так, если кратенько, то есть, в принципе, вот этими вот ручками все можно сделать. На краньяк, ну, есть ножки, есть такая штука, как картофель и мялка, в быту обязательно найдется какое-то небольшое приспособление, которым это можно сделать. Следующая это емкости для брожения. Большую емкость я показывать не буду. Значит, первые этапы, когда у меня сусло бродит на мезге, я использую обычную пластиковую пищевую бочку. Ну, они есть различных объемов, там 30 литров, 50, 150. Вот такие. То есть, какая-то пищевая емкость, никакая не строительная, ничего. То есть, это должно быть пищевое. Когда у меня проходит брожение на мезге, а у меня оно длится недолго, тогда я уже перехожу на стеклянные. Емкости я пока показываю маленькую. Это у меня 6-литровая. На самом деле, в основном, я использую 10 и 20. Десятилитровые банки, такие, ну, как банки, они есть с широким горлом, как вот у нас трехлитровые банки, так такие есть, 10-литровые. Есть 10-литровая закручивающаяся крышка, есть 20-литровая закручивающаяся крышка, есть и 30 литров. Это вообще-то химическая посуда. Ну, на самом деле, на вторичном рынке, если поискать, можно найти, какова цена, но очень зависит от продавца. То есть, найти можно, на самом деле, за разные цены. Ну, я считаю, что лучше все-таки, чтобы бродила и потом хранилась в стекле. Можно использовать 3-литровые обычные банки, если у вас небольшой объем, можно использовать 5-литровые, есть обычные банки. То есть, стеклянной тары сейчас хватает. Да, кто-то использует бутыли из-под воды, большие 20-литровые, кто-то использует тоже пластиковые, эти кеги из-под пива. Ну, честно говоря, вот один год еще мы не закупили стекло в нужном объеме и пробовали бродить вот в этой кеге из-под пива. Честно говоря, что-то мне не понравилось, что-то не очень хорошо шел процесс брожения. Ну, не знаю, может, так сложилось, так получилось, хотя все было хорошо вымыто, но не понравилось. Поэтому используем для этого стекло. То есть, инертный материал, конечно, если у вас, например, достаточно большие объемы, есть возможность, можно использовать нержавеющие емкости, ну, емкости из пищевой нержавейки, потому что нержавеющий металл, он тоже есть разный на самом деле. И не все может контактировать с пищевыми продуктами, особенно, ну, с такой достаточно агрессивной в определенном плане среды, как вино, потому что там и кислоты определенные, есть и спирты, то есть нержавейка должна быть именно 304-я пищевая. Значит, следующая вещь, которая нам понадобится отдельно про гидрозатворы, я, конечно, буду говорить, да, это гидрозатвор. Отдельно, более подробно будет разговор, но тоже почему удобно. Гидрозатворы бывают разных конструкций, то есть в отдельном видео я поговорю, почему он вообще нужен, для кого он нужен, но здесь расскажу, почему именно такая конструкция, она наиболее информативная. Да, можно часто использовать в быту перчатку, но перчатка на самом деле, она хороша буквально первые дни, потом, когда брожение замедляется, перчатка падает, все думают, что брожение останавливается, ну, возникает очень много различных нюансов, вот эта вещь, она наиболее информативна, потому что здесь по уровню жидкости вы сразу увидите, идет процесс, либо не идет. К этим штукам есть различные пробки, пробки это силиконовые, мы покупали на Алиэкспрессе, единственное, что даже вот смотрите, есть еще не распакованные, я покажу в прошлом году, когда у меня в прошлом сезоне спрашивали про пробки, я говорила, что обращайте внимание на высоту пробки, потому что вот такие хорошие, вот такие вот коротенькие, не очень. Иногда продавец вам может написать, что пробки вот такие, а на самом деле прислать такие, просто будьте к этому готовы, если заказываете, заказывайте заранее, да, потом они могут делать возвраты, замену, но тем не менее, такой нюанс есть, но разница, да, видна. Размеры различные под различные бутыли. Если вы, например, используете трехлитровые банки, для них тоже есть гидрозатворы двух вариантов, но, к сожалению, у меня такие затворы в Минске, не могу сейчас показать, но я бы рекомендовала даже те затворы все-таки переделать под вот эти. Видео про затворы будет несколько позже, поговорю, расскажу, почему именно так, повторюсь, это наиболее информативно. Следующая вещь, которая нам может понадобиться для виноделия, это пресс. Итак, винный пресс. Значит, делали мы его сами, есть прессы, которые продаются. Более подробно про прессы я поговорю в отдельном видео. Сейчас просто кратенько, для чего он нужен, и в каких случаях, и в каких случаях не нужен. Значит, вы без пресса можете обойтись, если у вас небольшие объемы, раз. Второе, если вы не планируете, опять же, объемы не очень большие, не планируете делать вино по белому способу. Если вы можете, хотите, планируете использовать мезгу на приготовление крепких напитков, без этого вы можете обойтись. Если у вас, например, достаточно большие объемы виноделия, вы не планируете каких-то крепких напитков делать, то понятно, что хочется из мезги выжать максимум, либо же вы планируете делать вино именно по белому способу. Тогда да, эта штука вам нужна. Дальше, что нам точно понадобится в любом случае, это шланги для снятия вина с осадка. Значит, и что использую я? Вот это вот покупной шланг, очень удобно, и здесь с одной стороны сеточка стоит, здесь это груша, которая накачивается, то есть не надо будет производить никаких манипуляций ртом, у вас для этого есть груша, что на самом деле очень удобно, все это пищевое, на Алиэкспрессе продается, я не помню, цена, может, полтора, может, два доллара, то есть очень бюджетно доступна. И второй вариант для более тонкого снятия с осадка я использую вообще вот этот шланг от капельницы, ну, этот уже грязный, я выкину, просто взяла вам показать тоже, чтобы не использовать никаких манипуляций с ртома, вы знаете, о чем я говорю, я надеюсь, можно в аптеке тоже за копейки купить маленькую спринцовочку, маленькую такую грушу, насаживайте на кончик, подтягивайте жидкость, снимайте, и все у вас чистенько, аккуратненько и красивенько льется. И вот такой шланг я использую уже, когда с грубых осадков мы сняли, и самые последние тоненькие осадочки, вот такой, можно что-то использовать еще, но тоже это должны быть вещи, предназначенные для пищевых продуктов. Строительный шланг, там, от уровня, от еще чего-то, но не желательно, все-таки тоже это продукт, который вы делаете для того, чтобы употреблять пищу, да, вы его пьете, поэтому вот эти вещи лучше иметь нормальные, тем более, что они бюджетные и доступные. О чем еще забыла упомянуть, да, хорошо иметь, например, термометр, который бы измерял температуру сусла, потому что температура, на самом деле, достаточно важный параметр, но дело в том, что если у нас нет возможности эту самую температуру регулировать, да, у нас нет подвалов, например, то, ну, смысла в этом особо нету, потому что все равно, даже если мы знаем параметр этой температуры, мы никак, к сожалению, не можем повлиять. Если у нас такая возможность есть, то, конечно, термометры иметь будет хорошо, при том, что есть специальные такие наклейки на бутыли, есть пирометры, которые измеряют при помощи лазерного луча, то есть, ну, вариантов много, на самом деле, но это становится актуальным только в том случае, если у вас есть возможность эту самую температуру регулировать. То же, если вы делаете, там, 10-20 литров вина, дома в квартире, либо в дачном домике, и погреба никакого нету, то, ну, не особо вам это нужно, будем делать так, как есть. На этом наше видео подошло к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!